Ульяновцы серебряного возраста побили мировой рекорд, как в регионе прошел танцевальный флешмоб. Нешуточные страсти в Законодательном собрании области. Чем облицуют фасад Ленинского мемориала и куда денут старую плитку. С новым оборудованием и устраненными порывами в Ульяновской области готовятся к очередному отопительному сезону. Накануне в областном парламенте разыгрались нешуточные страсти. Айрат Гебаддинов проиллюстрировал своим поведением известную шутку о первых 40 годах детства в жизни мужчины. Что произошло в Законодательном собрании области на этот раз, расскажет Виктория Черкова. Последнее заседание в Законодательном собрании начиналось культурно. Сначала приветствие, затем гимн Российской Федерации. Во время его прослушивания все парламентарии смиренно стояли и ничего не предвещало беды. Затем все собравшиеся стали принимать поправки в законы проекты. Вопросы здравоохранения и образования обсуждались спокойно, но лидер фракции КПРФ Айрат Гебаддинов захотел вставить свои пять копеек. Не изменяя принципам, в агрессивной манере и вне очереди. Вождь Красных вышел к трибуне и приступил к разборкам. Слово выбрано не случайно, потому что только оно отражает суть происходящего. Куда я не буду садиться? Не дождетесь. Обстановка накалялась и после перерыва. Дальше больше. Передача партии Коммунисты России дома номер 54 по улице Гончарова для нового штаба вызвала у Гебаддинова бурные эмоции и шквал страстей. Решение давно принято, но депутат продолжал негодовать и играть на публику. От обиды перешел на личности. Начал обличать лидера Коммунистов России Максима Сурайкина. И даже захотел довести его до слез. Так как парламент все-таки недошкольная группа, задуманная шалость не удалась. Везде по регионам катается и вот торгует вот так. А ты хочешь, чтобы он заплакал? Да, может хоть чуть-чуть совести. Когда в Таиланде развлекается, чтобы понимал, вспоминал о жителях Ульяновской области. Дело в том, что КПРФ тоже претендовали на помещение, но коммунисты России подали заявление раньше. Передача площади выполнена по нормам закона. Буквально на прошлой неделе поступило письмо за подписью Куриного Алексея Владимировича, который представляет партию КПРФ, о предоставлении этого же помещения также в безвозмездное пользование. Поэтому, согласно всем законодательным нормам, изначальное обращение было от партии Комроса. Несмотря на шоу с воплями, все поправки были приняты. Члену КПРФ еще предстоит найти апартаменты не хуже, чем у Сурайкина. Чтобы не завидовать и не устраивать очередные истерики. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, Новости Уллправда ТВ. Системы жилищно-коммунального хозяйства в Ульяновской области претерпевают изменения. Важной составляющей этой работы является изменение системы теплоснабжения города и районов. Подробности к подготовке к новому отопительному сезону у Ринаты Алиуловой. Как телегу готовят зимой, так и летом готовятся к предстоящему отопительному сезону. В Ульяновской области по этой части идут на опережение. Обгоняют график на 2%. На сегодняшний момент мы перевалили уже половину, так называемые 50% готовности. И до 31 августа мы должны четко уже понимать, что у нас готовы все сети, источники, потребители тепловой энергии к отопительному сезону. Особое внимание в этом году уделяется модернизации теплосетей. К примеру, в Ишкаемском районе заменили уже 1 километр коммуникаций. По поручению Сергея Ивановича Морозова, губернатора, то есть сейчас мы делаем упор вот именно на сетях, потому что основная проблема остается все-таки транспортировки тепловой энергии. И чем, естественно, мы меньше потеряем, тем больше экономического эффекта мы достигнем. В целом, на подготовку к отопительному сезону в Ишкаемском районе еще в том году из региональной казны выделили 110 миллионов рублей. На эти деньги полностью отремонтировали 5 котельных. Некоторые из них себя показали уже в минувшем сезоне, а вот котельная центральной районной больницы в новом обличье заработает в этом году. От старого осталось только здание. Обновленная автоматическая котельная в 20 миллионов рублей включает в себя два котла из Казахстана, основной и резервный, итальянскую горелку, а также немецкую аппаратуру. Котельную центральной больницы сейчас также монтируют в Старомаинском районе, а две новых модульных котельные на 25 мегаватт каждая до конца августа появится на Вульяновске. А в Чердаклинском районе к новому отопительному сезону готова квартальная котельная для теплоснабжения многоквартирных домов. Ринат Алиулова, Даниил Сурков, новости Улправ ДТВ из Вишкаемского района. В дорожно-строительном сезоне 2019 года благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали более 6 километров дорожного полотна на трех участках. Этот ремонт – скорее реконструкция. Ширина обочины и проезжей части доведена до нормативной. В плане транспортного сообщения «Ундеры» стали доступнее и безопаснее. Кроме того, отремонтированы остановки, нанесена новая разметка. Проще говоря, то, к чему так привыкли европейцы и что еще пока удивляет россиян. Подробности в материале Павла Полового. Благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» одна из двух главных российских бед наконец-то отступила. Дороги стали безопасными, качественными и пригодными для ходьбы и проезда автомобилей. Работа по нацпроектам в Ульяновской области идет в каждом муниципалитете. Тот же самый ремонт дорог начинается в кабинетах и только потом становится заботой дорожных рабочих. В целом мы на этой неделе осматривали, как идет ход ремонта автомобильных дорог в городе Ульяновске в соответствии с реализацией национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Хочется отметить, что на сегодняшний день Ульяновская область занимает 13-ю позицию в рейтинге субъектов Российской Федерации. Это очень хороший, высокий показатель. Показатели не только на бумаге. Водители, ездящие по дорогам региона, тоже довольны. На трассе Татарстан-Ундар и Ульяновск с удовольствием комментируют качество ремонта. «По этой дороге я езжу часто. Недавно отремонтировали дорогу, поставили новые остановки, удобный пешеходный переход. По новой дороге стало ездить очень удобно, комфортно, как по ковру». Казалось бы, главными благополучателями от национального проекта должны стать непосредственные пользователи – водители и пешеходы. Однако дорожники готовы с ними поспорить, ведь для них новые дороги – это развитие технологий и самая важная возможность заработать. «Вот отремонтировали три участка дороги на 73 миллиона рублей. Занято было до 60 человек рабочих, плюс перевозка, наши же рабочие. Отсюда заработная плата, отсюда опять же материалы и так далее и тому подобное». Михаил Зайцев ремонтирует дороги всю жизнь. Считает, что масштабы ремонта и строительства беспрецедентные. Дело и в размахе, и в мощностях, и в применяемых технологиях. «20 лет назад, работая на этих же участках данной дороги, мы выпускали в смену, а смена у нас была с 7 утра до 22 вечера, всего 200 тонн асфальта. И сейчас мы выпускаем до 1300 тонн асфальта, до 16.00. Видите, как изменилось время и какие стали мощности». В километрах это выглядит так. 20 лет назад за 15 часов укладывали только 200 метров асфальта. Теперь за 9 – почти полтора километра. В Ульяновской области масштаб работ в рамках нацпроекта в этом году охватывает 66 объектов общей протяженностью ремонта 107 километров. Из них 46 – участки автомобильных дорог в городе Ульяновские области и 20 – объекты по безопасности дорожного движения. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новостьюл Правды ТВ. 13-й региональный пиар-саммит состоялся в Ульяновском государственном университете. Сегодня федеральные тренеры научили ульяновских студентов и специалистов защищаться от негатива в сетях, а организаторы мероприятия наградили лучшие СМИ. Подробнее о ярком пиар-событии в материале нашего корреспондента. Как отвечать на агрессию и делать интересный контент? Об этом рассказали федеральные тренеры на 13-м региональном пиар-саммите. В этом году университет Ульяновский государственный опорный вуз нашего региона впервые принимает такую площадку у себя. В этом году это уже 13-й пиар-саммит проходит. И фактически пиар-специалисты со всей Ульяновской области, работающие в коммерческих структурах, в государственных организациях. Что интересно, участие в этом саммите абсолютно бесплатно, а профильных знаний можно получить в большом количестве. Федеральный медиатренер Василий Черный привез лекцию о трендах и медиапотреблении в соцсетях. И, кстати говоря, чуть-чуть покажу рейтинг, который мы сделали по СМИ ПФО, Привозского федерального округа, и по СМИ непосредственно Ульяновского. О социальной психологии и моделях поведения тоже не забыли. Влад Ситов поделился сакральными знаниями о защите от негатива в соцсетях. Никакой мистики, просто при работе с информацией необходимо сохранять спокойствие и грамотно отвечать на провокации. Зависит от соотношения сил, насколько этот человек известен, который что-то пишет. Если это какая-то мелкая сошка, можно просто не обращать внимания. Если это аргументированные выступления, то надо оперативно, пресс-служба должна готовить аргументированные ответы. От мастер-классов и презентаций перешли к самой волнительной части мероприятия – церемонии награждения. Лучшие пресс-секретари и пиарщики получили благодарственные письма. Работу издательского дома «Ульяновская правда» по вопросу перехода на цифровое вещание также оценили по достоинству. Информационный портал «Улправда.ру» занял первую позицию среди самых популярных СМИ в Ульяновске и Приволжском федеральном округе. Виктория Черкова, Руслан Баталов, Новости Уллправды ТВ. Ульяновцев учат правилам благоустройства и организации общественной работы. Наш регион далеко не в последних рядах в этой части. Но всегда, когда есть шанс узнать что-то новое, люди готовы учиться. С сегодняшнего дня и до воскресенья в областном центре проходит форум с непривычным обывательскому слуху названием «Урбанфест», что предлагается вниманию нечуждому благоустройству в нашем сюжете. Сегодня в Ульяновске на площадке Народного парка в микрорайоне Мостовая стартовал проект «Открытая городская мастерская». Мероприятие подобного формата проводится впервые, а главная цель – вовлечь как можно больше местных жителей в процесс улучшения общественных пространств. Название такое, несколько непривычное, может быть, для уха большинства жителей – это «Лектория городская мастерская». В самом деле это такой добрый фестиваль урбанистики, когда в течение нескольких дней эксперты в области формирования городской среды, а главное – учета мнения населения и формирования таких проектов, которые отражают потребности и нужды населения, наших жителей, вот эти эксперты как раз и будут читать лекции. Проведение проекта стало возможным благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Ульяновск выделяется среди многих городов нестандартным подходом к решению вопросов, связанных с задачами проекта. Если в других регионах инициатива ландшафтных изменений исходит сверху, проще говоря, власть сама решает, что, где и сколько строить, то ульяновские инициатива исходят снизу. И власти ее поддерживают. Это полностью выполняет принцип, предложенный президентом России Владимиром Путиным. Решать, что и как будет украшать дом или улицу, где быть парку, а где детской площадке – решать людям. Непосредственным пользователям того, что должна создать программа. Такой фестиваль нужен, поэтому, я хочу сказать, почему. Во-первых, мы стоим на месте бывшей свалки. Здесь была раньше свалка, вот на этом месте. Сейчас замечает народный парк. Сестру благоустраивать территорию – ее надо. Но то, что как мы благоустраиваем, это уже, мне кажется, прошлое. Надо жить в будущем. За три дня, в течение которых пройдет форум, ульяновцы научатся делать двор пригодным для всех. Чтобы нашлось место и лавочки, где посидеть бабушке, место, где отдохнет после рабочего дня мужчина и, само собой, пространство для разновозрастных игр. Площадки форума открыты. Научиться новому и послушать интересные лекции может каждый желающий горожанин в микрорайоне Мостовая на улице Звездной, 36. Павел Половов, Даниил Сурков, Новость Улправда ТВ. Решение о восстановлении здания Ленинского мемориала, его модернизация и обновление идейного содержания было принято в прошлом году. Благодаря инициативе губернатора Сергея Морозова, поддержанной правительством России, из федерального бюджета на реконструкцию выделено 2 миллиарда рублей. На каком этапе реставрации находятся сейчас, расскажет наш корреспондент. На территории Ленинского мемориального комплекса оживленно. Только на этот раз не из-за количества посетителей, а из-за масштабных ремонтных работ. Напомним, в ноябре 2018 года на заседании Комитета Госдумы по бюджету и налогам внесены поправки в федеральный бюджет о выделении 2 миллиардов рублей на ремонт и реставрацию Ленинского мемориала. Модернизация здания рассчитана на три года. 942 миллиона уйдет на реставрацию фасада и кровли. Сейчас 100 рабочих демонтируют и монтируют фасадный мрамор, бетонные подвесные потолки и входные группы комплекса. Проводится дополнительное обследование при демонтажных работах и в случае признания в удовлетворительном состоянии отдельных элементов ограждающей конструкции, а также, в принципе, есть возможность, наверное, сохранить часть мраморного фасада. Демонтаж планируют завершить до конца года, в том числе и часть работ по облицовке фасада. До декабря 2019-го должно быть выложено порядка 2000 квадратных метров мрамора. После ремонта Ленинский мемориал внешне останется прежним, только с новой мраморной плиткой, которую также, как и 50 лет назад, поставляют из Челябинской области. Цветовая гамма тоже сохранится, только это будет уже не тусклый серый цвет, а яркий и глянцевый. Часть мрамора, особенно с колонн, мы снимаем фактически в относительно целом виде. То этот мрамор подразумевается где-то складировать, но эти вопросы мы сейчас оперативно, так скажем, решаем. То есть, все, что касается боя, это будет вывозиться, все, что касается целых элементов, оно будет сдаваться мемориальному центру на хранение. Сам мемориальный комплекс работает в штатном режиме. Ремонт не помеха и новом экспозиция. Так, 29 июля открывается уникальная выставка стрелкового оружия и военной техники времен Великой Отечественной. И мы все работаем сейчас в прежнем режиме, изменений нет. Окраничения есть на территорию, со стороны которой идет демонтаж плит. Что касается самого Ленинского мемориала, то при Ленинском мемориале создана дирекция по ремонтно-реставрационным работам, деятельность которой входит контроль и сопровождение всех видов работ по сохранению объекта культурного наследия. Поле деятельности дирекции – контроль и сопровождение всех видов работ по сохранению объекта культурного наследия. Лена Талиулова, Юрий Ломатов, Новости, Уллправда ТВ. 25 июля представители серебряного возраста города Ульяновска и Ульяновской области впервые стали участниками танцевального флешмоба «Танцуй Москва, танцуй Россия». Реализация данного проекта у нас в регионе стала возможной благодаря поддержке губернатора области, правительства региона, администрации города, фитнес-клубов и сообщества граждан старшего поколения. Этот проект направлен на реализацию программ, отвечающих основным задачам национального проекта «Демография». Масштабный танцевальный марафон стал праздником здорового образа жизни и активного долголетия. На бульвар Новый Венец с разных муниципальных образований области съехалось более 300 участников мероприятия. В возрасте от 55 лет до 85. Все они члены центров активного долголетия. Мне очень нравится. Прям с удовольствием пришла и танцую. Всем рекомендую приходить к нам в Центр активного долголетия. Будем жить долго и счастливо. В Ульяновской области на сегодня 172 Центра активного долголетия. В них созданы все условия для активной жизни старшего поколения нашего региона. «Приходят разные люди, мужчины, женщины, пенсионеры. Мы занимаемся чем? Досуг проводим, спортом занимаемся, помогаем малоимущим, поделки какие-то делаем, устраиваем конкурсы, танцы. Вот недавно у нас был цветущий вишня, бал открыт. Мы занимаемся очень хорошо, у нас все очень здорово». Для того, чтобы мероприятие состоялось, к марафону подключились партнеры – инструкторы фитнес-клубов. Для флешмоба они выбрали фитнес-программу «Зумба Голд». «Зумба – это уникальная фитнес-программа. То есть это не просто танец, это фитнес-программа. И поэтому каждый человек может сразу не учить какие-то движения и шаги. Он сразу приходит и начинает танцевать. Это действительно волшебство, когда человек приходит и танцует сразу. Эта программа специально так разработана. Это действительно уникальная программа. Вот в этом ее уникальность». Всего к российскому танцевальному марафону в этом году присоединилось 12 городов. Всех участников ульяновцы смогли увидеть благодаря организованному телемосту. Старт дала Москва. В результате был установлен мировой рекорд – самый массовый танцевальный флешмоб «Зумба Голд» старшего поколения 55+. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Улправда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, в выходные в регионе сохранится теплая погода. Возможно, небольшой дождь. Завтра в Ульяновске ожидается температура 28 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный – 5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс высокий. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру по будням в 18.50. Хороших вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok